Всем привет, с вами Priya. Настали темные времена, но об этом чуточку позже. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки и надеемся на идеально полезный лут для своего класса и специализации. Начну с фара, закончу декан, на котором будет весьма долгий и возможно интересный монолог. Начинаем. Воин получает ожерелье с какой-то инста. По-моему это с КЧЛ. Окей, в принципе я доволен, почему бы и нет, у меня ожерелье достойных мало. Я думал подвеску волчьего бега перечаривать уже скоро, но в итоге нацеплю подвеску ворона 60-ю. И статы в принципе одинаковые. Ну, отлично, в общем, я доволен. Хорошо. Ну, то есть для воина это реальное улучшение. Идем дальше на паладина. Сейчас за паладина что-нибудь 70-го и квипа упадет, проверяйте. Он же самый везучий у меня в последнее время. Хотя, может быть, что-то поменялось наконец-таки. Итак, специализация защиты. Аналогичное ожерелье, которое уйдет на продажу. Печальненькое, если честно. Но... Всякое возможно в этой игре. Хоть бы, я не знаю, на 5 квипов повыше прокнул. Или там с сокетом бы каким-нибудь. Эх, ну ладно. Что там по сущностям на войне? О, так я сейчас за ДК смогу легендарочку купить. В прямом эфире, почти. Так, привет. Ну, прогружайся. Отлично. Что это? А, это запястье в слуге у меня легендарка. Ну, хотя, легендарочки на друиде можно ротировать. И, возможно, в каких-то боях мне придется снимать запястье. Но, так как это твинка, я не особо ротирую на нем легендарочки. То... Даже не знаю, экипирую ли я когда-либо эти запястья или нет. Ну, и что ж, теперь ДК. Вот, думаете, да, сегодня вечером там будет мифик рейд, будем боссов эпохальных закрывать. А-а, не будет такого. Причина тому распад статика. Ага, я сейчас абсолютно серьезный, без каких-либо шуток. Идеально. Гильдия Эксплойт официально завершила свой рейдинг 30 января 2018 года. По этой причине открыт к инвайтам куда-либо. М-да. Так, что по запястьям? Тут у меня крит хоста, тут крит мастери. Да, ну. Крит хоста всяко лучше на ДК. А в Афрасте там перманентные эти запястья используются. Ну что, идем вскрывать легендарочку. Так что касательно рейдинга, я просто не знаю, идти в гильдию на шаг на пропасть, даже сказать, ниже. Дело такое себе. Уходить на орду тоже не собираюсь. Рейдить как дамагер или как танк. Вот это вот весьма сложный выбор на самом деле. Если рейдить как дамагер, то нужно хотя бы к ротации привыкнуть. Хотя ротация на Фрасте всего лишь 2-3 кнопки, которые жмутся под определенные проки, под определенные условия. Ну, по крайней мере, в текущий момент, что я вижу. А в танке навряд ли я буду нужен в какой-либо гильдии, которая на данный момент имеет 10 или 11 закрытых мещик-боссов. У них уже свои танки, в принципе, есть. Хотя всякое может быть. Но в Battle for Azeroth все равно мне хотелось бы танчить. Все-таки 7-летний опыт танкования дает о себе знать. В слишком большом потенциале это всегда раскрывается на каких-либо боссах. Ну и что? Где моб? Ага, вот моб. Покупаем легендарочку. Смотрим, на какой класс упадет. Хочу на шамана, давай. А что с разбойником у меня нынче? Ну, хорошо. Раскачаю его, так и быть. Будет чем заняться сводное время. Отлично. Ну что? Всех вам благ, счастья, здоровья. Ищите себе статики заранее, чтобы потом такого не было при выходе Battle for Azeroth. То, что, вот, мы не можем себе найти статик. Все тупые, мы умные. Занимайтесь этим заранее, смотрите видосики на ютубе, и следите за ютуб-каналом, за ВК-группой, и за, как говорится, всем, всем, всем. До скорого. Не болейте.